Здравствуйте, читатели Ихакайси. У нас сегодня в гостях председатель комитета Госдумы по делам национальности Геннадий Семигин. Здравствуйте. Здравствуйте. Геннадий Юрьевич, вы сегодня уже успели побывать в таком развивающемся комплексе, как Комарова. Поделитесь впечатлениями. Вы имеете ввиду строительство, да? Да, строительство. Конечно, я должен сказать, что на уровне лучших столиц не только Европы, но и мира. Очень интересный комплекс, уровень и качество. Это важный момент. Я думаю, что те планы, которые у них есть, с точки зрения мост, которые они хотят сделать, и парковую зону, тоже очень важны. Меня интересовала больше не красота, которая, безусловно, там есть, а цена за метр квадратный, потому что сегодня жилье и ЖКХ входят в тройку самых острых вопросов по всей стране. И поэтому мы долго говорили со строителями, что сделать нужно так, чтобы цена была меньше. Это, конечно, цена на стройматериал. Это, конечно, цена сетей. Это вклад города в сети и в целый ряд других моментов, да? Это, конечно, очень важный момент, как эту цену могут переварить наши жители республики. Вот такая цифра прозвучала на этой встрече. Только 5% людей, которые могут купить что за свои деньги. 95% это ипотека. Сразу вопрос, ипотека какая цифра? 2-3% понимают. Выше льготная, она же есть государственная, так сказать, ипотека специальная. Вот цифры после 5-7% до 15% не понимают такую ипотеку. Это каббала. Это рабоводельческий строй. Люди будут находиться в тяжелейшем положении, ущемляя свой уровень и качество жизни и выплачивая постоянно эту ипотеку. И в случае прекращения этих платежей, вы понимаете, и не потеряете деньги, которые не заплатили, и квартиру. Поэтому вопрос ипотеки, с учетом того, что Центральный банк поднял ставку до 12, соответственно, коммерческие банки по этой ипотеке ее поднимут до 15-16, это вообще не ипотека. Поэтому цена за жилье, качество жилья, инфраструктура, вопрос крайне важный. Поэтому я туда поехал. Меня еще очень интересует качество ЖКХ. У нас интересно, стоимость ЖКХ растет, да, за услуги, а услуги по качеству что? Не растут. Вот в том районе, где они сами имеют управляющую компанию, качество хорошее. А вот качество в других городах наших, поселках, по ЖКХ. И цена, они не сопоставили. Поэтому сейчас вот идет серьезная работа миновать управляющие компании, да, платить напрямую жители должны. Вокруг этого идут эксперименты по разным регионам. Вот эти два момента я очень серьезно обсуждал. Жители подошли, были журналисты, строители. Вот эти моменты мы обсуждали. И то, что Абакан идет вперед, не только в сибирском круге, а вообще в стране, и занимает высокое место по количеству жилья, которое водится, это очень отравно. Правда, я еще заметил, что, понимаете, стройка в Абакане и даже еще в каких-то, наверное, городах, наверное, в Саен-Горске, например, это одно. А строительство жилья в сельской местности? А что с этим? А что там за дома? А что с частными домами? Вот это, на мой взгляд, еще и некая проблема, которой надо очень серьезно заниматься. Тем более, что многие жители живут где? Прямо на земле. Не в многоэтажках, а на земле. Еще в тему строительства жилья для сирот. Очень актуальный не только для Хакассии вопрос, но и для других регионов. Регионы уже не тянут просто, не выносят эту проблему. Как вы считаете, возможно передача полномочий на федеральный уровень? Я думаю, что такая передача вряд ли возможна. Почему? Потому что федералка не захочет себя и брать. Федеральный бюджет вообще не хочет. Он хочет 70% с региона взять, а чтобы в регионе осталось 30%. Помните, бюджетное правило еще при Ельцине было? 50 на 50. Сейчас 70 на 30. Забираем, что-то в регион возвращаем, что-то даем. Брать на себя расходы регионов не по одному вопросу, министр финансов не хочет говорить об этом. Что можно сделать? Понимаете, конечно, все зависит от объема доходов бюджета республики. И расходов что? Когда она тратит на это, на жилье для села. Но при выделении земли для коммерческого строительства, можно часть квартир брать, что? Себе, муниципальную собственность. В договоре со строителями. Так действовала Москва. Так действовали практически все города-миллионники. Когда предоставляют землю на определенных условиях, одним из условий было так, вот столько-то квартир отдали. И эти квартиры поступали в муниципальную собственность. Умные мэры, что они делали? Они часть давали в аренду за маленькие деньги молодым семьям, значит, старшему какому-то поколению, кто остался без жилья. Значит, кому-то давали собственность эту квартиру. Опять же, многодетным семьям, нуждающимся. И что? Сиротам. Поэтому у них был свой жилфонд. Вот вторая возможность для того, чтобы наши сироты получили это жилье. Это фонд муниципальный, который должен выполняться, если муниципалка сама не строит жилье, а в некоторых городах. Сами мэры строят муниципальное жилье и правильно делают. Земля их, сети их, условия их, цену они могут подрядчику назвать такую, как они хотят, ну в рамках разумного, конечно. И выстроил большое количество муниципального жилья. У тебя есть маневры. Сдавай в аренду за маленькие деньги, все равно доход есть. Но это же не коммерческая аренда, которой молодые семьи платят вот такие деньги. Давай нуждаемся в социальном, так сказать, в аренду, в специальное служебное жилье для тех чиновников, которые нуждаются. Ну и кому-то, конечно, в собственность. Да, стараются в собственность, конечно, не давать, но определенным семьям. И сиротам, это же по закону положено. А люди дают. Поэтому умение заниматься строительством жилья на муниципальном уровне, с участием в республике, я думаю, может быть реальный прорыв. Эти механизмы – это не фантазия. Это во многих, значит, городах, малых городах и поселках – это есть. Это делается. Вы затронули тему, такую тоже щептильную, актуальную для Хакасии, как тема налогов. Нас действительно забирают очень много, возвращают мало. Вы знаете, я бы сейчас на нескольких моментах хотел бы сказать. Бюджетную политику, о которой, я говорю, надо менять, и я об этом говорю много лет подряд. Это в том числе отражено, вот здесь есть брошюра «Стратегия развития страны», которую я написал, «Основные направления развития Российской Федерации», «Новый курс» и «О национальной политике». Это три документа, проекты, которые сейчас активно обсуждаются в странах. Там в том числе есть и про налоги, и в том числе для субъектов. Я считаю, что нужно ввести 50 на 50. В регионе нужно оставаться 50% налогов, и не только подоходный налог. Часть от прибыли, налог от прибыли, часть от НДС, которые самые лакомые налоги, которые забираются в федеральном поле. И поэтому, значит, тогда бюджет республики или бюджет субъектора Российской Федерации, любого, будет наполнен. Те регионы, которые находятся в сложном положении, как Хакасия, помните, находились практически в предбанкротном состоянии, надо оставлять в этом регионе 60% и только 40% отдавать на федеральную вывину. То есть вот это перераспределение, это первый пункт. Второй пункт. Многие регионы должны Минфину денег. До триллиона, более триллиона рублей сегодня регионы должны. Вы имеете в виду госдолг? Нет, кредиты брали, субсидии брали. Я имею в виду госдолг. Да, я имею в виду госдолг. Не коммерческие кредиты, а госдолг. Сейчас там есть послабления, идут облигации выпускаются, там понизили проценты. Моя позиция простая. Спешите на это. Они же, основно, проценты платят. Значит, из бюджета своего штурма берут деньги. Значит, деньги могли бы пойти на социалку. И третий момент. Понимаете, сколько в томочной республике Хакасии уходит денег, через офшор. Сейчас меньше. Сейчас меньше. Все равно уходит с этих денег на многие, что не платится, значит, бюджет Хакасии не дополучает денег. Чтобы потратить их на те социальные нужды, которые нужны для жителей республики. Вот эти три важных момента должны решиться. Ситуация значительно улучшится в каждом субъекте Российской Федерации. А национализация возможна? Нужна ли? Понимаете, национализация бывает в разных видах. Вот я вышел с инициативой, чтобы все, кто здесь владеет недорами в республике и стратегически крупной собственностью, добровольно небольшую часть акций и долей отдали специально созданный государственный фонд республики. Эти акции, эти акции, на эти доли, что получат дивиденды? Республика получит дивиденды от успешной работы этих всех предприятий. А доприятия успешны и получают хорошие прибыли. И тогда это будет добровольный ход в пользу жителей республики, и это пойдет доходную часть бюджета республики. Мне говорят, ну это маловозможно, это фантазия. Добровольный вклад, добровольная платеж налогов, который прошел сейчас в стране, на ваших глазах, 300 миллиардов, все-таки, что олигархи заплатили. Более того, Госдума оформила этот закон. Добровольно заплатили. В Крыму вся собственность, которая там была изъявлена, национализирована, она не пошла на приватизацию разным коммерческим структурам, а все гостиницы, все санатории, многие помещения, жилье, оно пошло в государственный фонд, Крымский государственный фонд собственности, в котором все эти активы есть, и что они работают, и что приносит кому-то? Бюджет, соответственно, жителям Крыма. Поэтому в этом плане добровольный ход в данные республики был бы очень хорошим шагом, отвечая на вопрос национализации. Она бывает разной. Разные формы есть этой национализации. И формы, так сказать, участия государства, расширения участия государства в тех или иных пакетах акций. У нас опять начало правительство говорить, давайте что, новую волну приватизации сделаем. Ну, все нормальные люди выступили против этого. На силовом порядке, вне правового поля, никакой национализации быть не должно. Это должен быть определенный механизм, это должны быть определенные решения, чтобы и собственники, и акционеры, потому что среди акционеров многих крупных предприятий есть кто? Расстоят граждане Российской Федерации. Иностранцы бог с ними, а граждане есть. Поэтому здесь эта тонкая материя, по которой надо еще работать и работать. Формы разные, есть цивилизованные рыночные формы. Ну, например, значит, целый ряд наших крупных олигархических структур, что оприменены кредитами. Это кредиты чьи? Кредиты Сбербанка, кредиты ВТБ в основном. Это какие? Банки государственные. Так, кредиты они не возвращают, а все требует что? Что? Пролонгация. А вы знаете, не возвращение кредита. Что получается? Банки государственные могут что? Забрать это предприятие, это месторождение, эти национальные богатства и переместить их в государственную собственность. Что частично и происходит. Вот вам еще один пример. Вам вопрос к председателю комитета по делам национальности. Что такому региону, как Хакасия, многонациональному региону, нужно делать, чтобы удержать проблему мигрантов, чтобы она не переросла в какую-то критическую форму? Межнациональные отношения в республике на хорошем стабильном уровне. Все национальности и народности живут хорошо. Мелкие какие-то нюансы, они вряд ли на межнациональной почве, в основном на бытовой, на социальной. И республика немало делает для того, чтобы здесь в этом смысле мир, согласие и развитие было хорошим. Но вот мигранты, они по всей стране сейчас стараются превратить себя в хозяин российской земли, навязывать определенные условия нашей власти, которая частично коррумпирована. Об этом я сейчас скажу. Значит, именно в плане у мигрантов. Первое, что нужно делать, я предложил обновить всю национальную политику, в том числе вопрос миграционной политики. Нужна новая концепция миграционной политики. Она уносит такой документ, он очень сильно устарел. Его нужно обновить, это первое. Сейчас в Думу идет, но никак не дойдет закон о миграции. Объезде-выезде и так далее. Он никак не может дойти, потому что несколько ветвей власти и министерства ВЕТС не могут договориться по целому ряду вопросов этого закона. И он в Госдуму никак не придет. Принятие этого закона резко улучшит ситуацию по регулировке деятельности мигрантов. Третье, нужно вернуться и создать федеральную миграционную службу, которая у нас была, которая будет обладать всеми полномочиями координировать всю миграционную политику и жестко вести ее в правильном направлении. Сегодня все полномочия раздроблены. Что-то в управлении МВД, известно, есть управление, которое миграционной политикой занимается. Что-то у пограничников, что-то у ФСБшников, что-то в целом ряде других министерств, что-то чуть-чуть у Федерального агентства по делам национальности, дорогие друзья. Семь нянек. Дитя без глаза. Без глаза. А четвертая она позиция. Я всем задаю вопрос. Ни в одну страну никто никак не въезжает, просто так, потому что он хочет. Значит, кто-то должен приглашать? Приглашение, дальше виза. Если без визы, все равно. Кто заказывает мигрантов? Кто их приглашает? Кто и как за них отвечает? Как вы их регистрируете? Посмотрите, англавы появились. Они живут в одном месте. Они стали делиться по вертикали, создавать свою вертикаль. Тут по десяткам делятся, тут по 50 человек. У них строгая иерархия пошла. У них молильные комнаты. Они стали приходить в наши мечети и говорить, как правильно или неправильно проповедовать ислам. Они выходят на митинги. Ими стали руководить не только там из Средней Азии, но и из Запада. Они стали говорить, так сказать, нашим людям, кто здесь хозяин. Количество преступлений возросло в разы. Кто во всем этом виноват? Абсолютно. Мигранты. Это, знаете, дашь больше возможностей, они возьмут столько. Еще больше, еще столько. Я даже не столько их виню, хотя к ним очень много притензий. Я виню власть глав районов, мэров городов, начальника управления внутренних дел, которые не принимают соответствующих мер. И потом, почему они в одном месте арендуют квартиры? Почему они в одном месте именно их покупают? Почему в некоторых классах 70% учеников мигран? Часть детей, там, 250-300 тысяч, вообще не ходят в школу. Часть мигрантов, которые должны работать, не работают. Плюс нелегальные мигранты. Отдельная тема. Ну и вообще апофеоз. Это до миллиона граждан у нас прибавилось благодаря тому, что мигранты стали гражданами Российской Федерации. Не зная языка, не уважая историю, четко заявляя, что не будут ничего это соблюдать. Не становится на воинский учет. В СССР не участвуют, но хотят бесплатные медицины, бесплатного образования и пенсии. Вот эти все диспропорции, пять позиций, которые должны быть устранены путем немедленного вмешательства правительства Российской Федерации, принятия Госдумы соответствующих законов и создания федерального инвестиционного здания. По-вашему, в Хакасии, в правительстве Хакасии, какие основные плюсы руководства Валентина Коновала и какие основные минусы? Вы знаете, плюсы свои в том, что все-таки Хакасия идет вперед. Сейчас там наполняется бюджет, развиваются производства, вот мы говорили с вами, идет стройка, решаются социальные вопросы. И с непростого положения республика, вы знаете, вышла, она была на грани банкротства, шаги определенных вперед сделанных. Что можно было бы еще сделать? Конечно, нужно обновить концепцию социально-экономического развития. Документ должен быть уже другим. Второй план развития и модель республики, так сказать, надо еще раз серьезно со всеми, всей общественностью обсудить и понять, в чем приоритет. Есть такой приоритет, один из приоритетов, как туризм, да? Что с полезными ископаем? Будем на территории заповедников, там, где шорцы живут, где-то, как кассы живут, золото добывать или не будем там добывать? Мы будем леса рубить или не будем леса рубить? Мы будем наращивать бюджет, чтобы можно было из расходной части бюджета доплачивать пенсионеров. В реале регионов доплачивать пенсионеров. Федеральные пособия, которые платятся, да? Регион что? Доплачивает свою денежку. Зарплаты доплачиваем свою, увеличиваем это дело. То есть резервов для наращивания этого потенциала много. Вопросы стабильности и безопасности, они более-менее доски правильно реализовываются. Я бы посмотрел еще на кадровую политику. У нас сейчас будет обновляться Верховный Совет, будет обновляться, наверное, какой-то степени правительства. Понимаете, уровень жизни и уровень зарплат должен быть такой, чтобы молодежь не уезжала, а оставалось. Дайте-ка на рабочие места и зарплату. Специалисты. Вот сейчас очень многие говорят о том, что не хватает врачей, не хватает на это посадок. Они уезжают. Давайте сделаем так, чтобы мы смогли повысить и чтобы с других регионов приезжали сюда. И чтобы наши специалисты, которые участвуют в университете, в институтах, техникум наших, республиканских, чтобы они оставались здесь и они работали здесь. Очень много вариантов. И, конечно, я хочу, чтобы все-таки все организации регистрировались здесь. Понимаете, они в Санкт-Петербурге и в Москве. Я хочу, чтобы, и это нужно добиваться, чтобы на офшоры уходили денежки, так сказать, копейки, а не сотни миллионов рублей, чтобы здесь платились налоги. Вот над этим надо республике еще серьезно поработать. Вы заделили тему зарплат. Недавно всю республику потряс скандал с зарплатами учителей. Как вы считаете, он искусственно раздутый или все же имеет под собой основания? Вы знаете, я когда приезжал недавно, несколько там, месяц-полтора назад, и сегодня, и вчера, и сегодня, я разговаривал с учителями, я разговаривал с директорами и полностью разобрался в этой ситуации. В целом, могу сказать, спекуляция и провокация. Мы все хотим, чтобы учителям подняли зарплату и врачам тоже, кстати, подняли зарплату. Но все учителя получают разную оплату труда, потому что у него разный объем работ, разная квалификация. Это факт. Чтобы упала так зарплата, и все сказали, учителя на их акасе получают намного меньше, чем получали. И тут министр, наш великий Кравцов, тоже об этом сказал, абсолютно не понимая этой ситуации. Это чисто политическая провокация, чисто политическая спекуляция. Наращивать зарплаты нужно, но никакого колоссального падения, вот этого колоссального недовольства, о котором тут идет речь, опять же, в три дня приказываю это решить. Кто-то такое, что приказывать, в три дня что-то решить. Звучит, как у груза из 90-х, от банка. Понимаете, такое впечатление, что к нам в Хакасию вернулись какие-то отсталые 90-е. Я вот смотрю на ведение избирательной кампании, на пиар так называемый, да, я смотрю на некоторые плакаты, я смотрю на грязные технологии, черный пиар, но вы знаете, давно в Хакасии такого не было. При внесении извне, но кто привносит, делайте выводы сами. Вы знаете, у нас очень мудрые и хорошие жители республики, я их очень сильно люблю и уважаю, за их принципиальность. Они принципиально принимают решения. И в прошлый раз, и сейчас они принимают принципиальные решения, чтобы из них не выдавливали. Из них выдавливают конкретные решения, которые многим не по душе. Они сами решат. Самое главное, надо всем уйти на выборы. Вот, кстати, если вся Хакасия, грубо говоря, придет на выборы, я думаю, результаты будут очень интересные. Надо додолжны. Украсть не получится голоса, вот чем будет тогда. Ваша партия ведет чистую кампанию. Вы знаете, мы ведем чистую кампанию, у нас замечательная команда на федеральном уровне. Там еще неизвестные люди. И Сергей Миронов, и Захар Прилепин, и Валера Гартун, который выступает постоянно в Госдуме и решает вопросы и законодательные инициативы интересные. И Миша Делягин, и Галина Хованская, которая номер один в стране по лично-коммунальному хозяйству, по жилью. И многие-многие другие замечательные люди. И здесь замечательная команда. Но я не буду перечислять всех, весь список, он известен. Это люди, живущие в республике. Это люди, которые честно и открыто это делали, потому что некоторые из них были депутатами. Я думаю, что будущая фракция «Справедливая Россия и Патриоты за правду» это будет очень интересная фракция серьезных профессионалов. И в данном случае мы третья сила. Вы видите, противостояние какое идет. Нужна третья сила, которая что может? Стабилизировать ситуацию, стать в определенном смысле таким стабилизатором, который сможет, скажем так, улучшить работу Верховного Союза. Закончим на позитивной ноте. Сегодня все-таки день знаний. Первое сентября. Что пожелаете школьникам республики? Знаете, первое пожелание я хочу всех поздравить с тем праздником, который еще впереди. Четвертое сентября, день хакасского языка. Я был в научно-классническом институте, поздравил всех, кто занимается хакасским языком. В республике немало это делается, я всех поздравляю. И, конечно, первое сентября. Я хочу поздравить учеников, я хочу поздравить наших студентов, я хочу поздравить и преподавателей, и конкретно учителей средних школ, техникум. И, конечно, родители. Родители, потому что они в очередной раз идут в школу, не важно какой класс, да, первый, пятый, девятый, одиннадцатый, родители вместе с детьми все время ходят в школу. Им очень непросто сейчас родители. Ребенка собрать, говорят, что цена вопроса средняя по России поднялась на 30% под собрать ребенка. Поэтому я всем хочу пожелать, прежде всего, здорового долголетия, здоровья, любви, счастья, успехов, удачи. И я думаю, что правильные решения наши, которые мы должны принять 10 сентября, сделают все, чтобы образовательный процесс, воспитательный процесс, он не разрывен с образованием, на мой взгляд, сделали, так сказать, наших будущих жителей Республики Хакасии именно теми, людьми, которые что? Сильно изменят жизнь в Республике, а по последним соцопросам 70-80% граждан России требуют перемен. Давайте и мы сделаем все, чтобы Республика наша процветала. Спасибо вам. Спасибо вам большое.